Выходит, что почти в двух сотнях домов, а если быть совсем точными, в 192, практически одновременно две сотни горожан озаботились переходом своих пяти и девятиэтажек на непосредственный способ управления. Инициативу собственников подхватывает управляющая компания и при этом утверждает, что для жильцов при новом способе управления практически ничего не изменится. Вот только вариант нового договора, который НЖСК подготовила для людей, весьма отличается от того документа, который до сих пор регулировал отношения между собственниками жилья и теми, кто обслуживает жилфонд. Журналистов новостей нашего города, к примеру, смутил пункт, по которому управляющая компания каждый год в одностороннем порядке устанавливает себе право повышать плату за жилищные услуги. Это при том, что до настоящего времени повышать стоимость жилищных услуг можно было только с разрешения собственников, которое они принимают, опять же, на общем собрании. В прежнем договоре управления НЖСК стоимость услуг определялась, сориентирована была на стоимость, установленную муниципалитетом. Стоимость, установленную в 2006 году, насколько я знаю. Возможности прямой повышать этот размер, законной, которая была бы неоспорима, в том договоре предусмотрено не было. Но возможность изменения стоимости каких бы то ни было услуг, как минимум на размер инфляции, либо на какой-то соответствующий размер роста потребительских цен, он, в общем-то, разумен. Продолжение следует...